За кулисами великого туриста, реальный водительский симулятор. Автомобильный мир интересует, что же под капотом у самой горячей гоночной игры? Вот так один из журналов отозвался о Гран-Туризме от корпорации Sony Computer Entertainment. Мы пересекли Тихий океан, чтобы дать возможность сообществу PlayStation Underground подглядеть. Отыскать разработчиков было нетрудно, большинство из них еле-еле выходят из офиса. Многие работали исключительно над этим проектом в течение двух-трех лет. По сравнению с остальными, я добираюсь до дома чаще. Хотя в основном только для того, чтобы принять душ. Я ходил домой два дня назад. Обычно я хожу домой дважды в неделю. Я планировал эту игру в течение шести лет, но не было подходящих технологий, пока Sony не выпустила PlayStation. С этого момента я почувствовался очень везучим. Мы собрали эту команду во время разработки первой и второй мотор-тун. В этих играх мы отрабатывали несколько фишек для Гран-Туризма. Я хотел сделать абсолютную гоночную игру о мотоспорте в автомобильной культуре. В игре более 120 реальных машин с множеством деталей для улучшения в 8 разных категориях. Также в нее входит 11 гоночных трасс. Я занимался основным кодированием. Мы вывели физику машин на новый уровень. Например, если вы немного отрегулируете подвеску, корены машины в поворотах изменятся. Каждая машина смоделирована в соответствии со своей реальной копией. Мы измерили и смоделировали их с точностью до миллиметра. И я не знаю ни одной другой гоночной игры, которая зашла бы так далеко. Моей работой было наложение на машины отражений, которые появляются в реальном времени, используя технологию картографирования. Существует множество гоночных игр, но у них просто картинки машин. А в нашей, я думаю, впервые вы можете почувствовать, что в игре настоящая машина. Мой напарник и я ответственны за захват звуков машин. Нам нужны были настоящие звуки различных машин, и мы записали более 40. Я был тем, кто сел на пассажирское место с аудиорекордером и микрофонами. Я, наверное, совершил около 200 кругов по гоночной трассе. Большим вызовом стало размещение микрофонов. Один пошел под капот, а другой в багажник. Настолько близко к выхлопной трубе, насколько это вообще возможно. Я добавил в игру лучшую машину, которую когда-либо имел. Я купил ее сразу же по окончании колледжа. Nissan Skyliner 32 GTR. К сожалению, в реальной жизни моей машине пришел конец после серьезной аварии. Мне хочется плакать, когда я вижу ее в игре. Я входил в поворот на скорости 210 км в час, и меня закрутило. 400 метров меня бросало от отбойника к отбойнику. Когда я наконец остановился, передней части машины просто не было. Сейчас у меня нет машины, и самое уникальное, что есть в игре, это возможность попробовать множество машин и решить, какую именно ты хочешь. Это симулятор для покупателей машины. Вот что происходит за кулисами Гран-Туризма. Приходящий скоро хранить возле тебя афиша. Все промышленники, машины названий, клеймить связанный образов, показанный в этой игре, торговать марками и копировать на право вещество их уважаемых владельцы. Все вправо зарезервированный. Продолжение следует...